Добрый день! Сегодня я хотел поделиться с вами своим опытом проведения экзамена в онлайн. Основной вопрос встает, как сделать онлайн-экзамен оценкой компетенций. Я расскажу о том, как был проведен экзамен в рамках курса «Управление персоналом в развивающейся организации на основе решения кейса в формате онлайн». Меня зовут Зоткин Андрей Олегович, я работаю на факультете психологии Томского государственного университета. Прежде всего, я хотел бы сказать о том, каков контекст проведения данного экзамена. Во-первых, данная дисциплина изучается в течение шести семестров. Каждый семестр новый раздел, посвященный одному из HR-процессов. И важно, чтобы на последнем семестре было проведено обобщение и понимание готовности студентов к профессиональной деятельности и реализации тех знаний и навыков, которые они получили за предыдущие годы работы. Также важно обеспечить объективность данной оценки, поскольку именно данная оценка пойдет ему в приложение к диплому. В то же время становится важным представить данный экзамен как альтернативу госэкзамена, поскольку в рамках данной образовательной программы мы проводим только защиту ВКР, и поэтому мы проводили данный экзамен всегда в последние годы с увлечением работодателей. Я хотел бы остановиться на методике разработки вопросов. Мне кажется, что это очень важно. В основе экзамена решение кейса. Это означает, что студенты не столько пересказывают какие-либо положения теоретические, которые они изучали в рамках данной дисциплины, а должны предоставить решение кейса. Здесь возникает дилемма, как обеспечить связь теории с практикой. Должны ли мы остановиться только на решении кейса, на практике, или мы должны представить какую-то еще и теоретическую составляющую экзамена. Мы встречали опыт проведения экзамена, где есть теоретический вопрос и кейс. Как правило, эти вопросы не связаны друг с другом. Поэтому наша методология включала в том, что обязательно должен быть вопрос на основные понятия, их обоснования, их связь с тем, что предлагается в анализе и в решении кейса. Важно сформулировать проблему, важно представить имеющиеся технологии, методы, инструменты для решения данной проблемы, исходя из современной теории и практики управления персоналом. И в то же время важно, собственно, предложить решение и риски предлагаемого варианта решения. По сути, если мы с вами будем использовать таксономию Блума-Андерсона, то все когнитивные уровни здесь будут задействованы. Примеры экзаменационных билетов. Здесь два билета приведено. Вы видите, например, собственно, важно на первом этапе определить проблему, дать понятие, которое необходимо для того, чтобы обосновать решение данной ситуации. Предложить в первом билете, например, этапы разработки карты или паспорта компетенции, или во втором билете инструменты маркетинга, которые применяются сегодня. Ну и, собственно, делать какое-либо решение. Либо представить структуру одной из компетенций, которую он должен здесь сходу предложить, либо в контексте данной ситуации, либо предложение по организации маркетинга персонала, исходя из той ситуации, которая описана в кейсе. Это очень важно для онлайн-экзамена, поскольку даже если студент будет использовать какие-то ресурсы, подсматривать, как мы говорим, нет необходимости следить. Главный момент, что он должен обосновать решение, вынести свое решение, проанализировать ситуацию, показав связь с теорией, с практикой. Откуда мы берем кейсы к данному экзамену? Безусловно, есть готовые кейсы, и мы их используем, однако в последние годы все меньше и меньше. У нас есть кейсы, которые создаются нами на основе тех исследовательских работ, которые осуществлены студентами, а также кейсы, которые предоставляют нам работодатели. Сегодня под кейсами понимаются разные. Некоторые кейсы считают ситуационную задачу, которые очень коротко создаются определенные условия и дается задача. Нам важно, что кейс все-таки это реальная ситуация, которая содержит контекстную информацию, дилемму, разноречивые факты, их многообразие по источникам. Это могут быть и стаданные, и выдержка из документа, и выдержки из каких-то цитат. В целом, это описание ситуации на одну-две страницы. Важный момент становится для данного экзамена наличие критериев, которыми студентов сообщается до экзамена. Эти критерии были оформлены в Google-таблице, предоставлены студентам, экспертам, которые приглашены были со стороны работодателей. И мы видим, что первый критерий связан между введенными понятиями с постановкой проблем и ее решения. Второй критерий в том, что представлены имеющиеся в современной теории практики методы для решения проблемы, обоснован выбор метода, представлены возможности, риски решения, даны ответы на вопросы. Если говорить, то, безусловно, онлайн-экзамен отличается от реального экзамена или от экзамена, который проводится в реальной аудитории. Во-первых, в том, что преподаватель вытягивает билеты, здесь важно договориться со студентами, доверяют ли они распределение билетов. Второй момент. Важно, собственно, сообщить номера билетом по средствам связи. Мы договорились о том, что я буду отправлять это по e-mail и дублировать по WhatsApp в группу, которая создана студентами. Важно понимать, что особенная сложность виртуального экзамена представляет, что студент ориентируется не только в большей степени на свое изображение и голос, часто переживает то, как он выглядит, как он говорит, но и также он смотрит на преподавателя. И важно, что преподаватель должен оказывать своей эмоциональной включенности, поддержку студенту, демонстрировать то, что он внимательно его слушает. Это, безусловно, намного сложнее, чем в аудитории, когда фокусировка в большей степени размыта, она может переключаться в целом на пространстве. Поэтому онлайн-экзамен, безусловно, более трудоемок и для студента, и для преподавателя. Следующий важный момент, собственно, то, как будет проведена соорганизация преподавателя и студента в период подготовки и проведения экзамена. Во-первых, важно прописать четко алгоритм проведения экзамена. Если традиционно расписание экзамена сообщается название дисциплины, преподаватель, номер аудитории и время, то в описании алгоритма, который был отправлен студентам, содержалась ссылка на размещенные вопросы и примерные кейсы в LMS Moodle. Студенты были разбиты на малые группы по 4-5 человек. Для каждой группы было назначено время, когда они будут заходить в приложение Adobe Connect. Была, соответственно, поочередная отправка номеров билетов студентам, так, чтобы у всех студентов было одинаковое время на подготовку. Я выбрал 2 часа, поскольку, в отличие от традиционного экзамена, возникает очень много технических вопросов, которые необходимо студенту решить во время самого экзамена. Важно указать возможные каналы связи в ситуации разрыва. У нас один такой момент был, и мы быстро воспользовались тем, что я подсоединил студента через WhatsApp. Ну и, безусловно, у студентов должна быть ссылка на Google таблицу с критериями, где они видят, собственно, как итоги приведенного экзамена. Само проведение экзамена проводился в приложении Adobe Connect, поскольку оно синхронизировано с LMS Moodle. Всем членам группы присваивал статус докладчика, что позволяло включить камеру и микрофон. И выделялся регламент на каждого студента 15 минут вместе с вопросами. Подводя итоги, я хотел бы сказать, что я случайно обнаружил на втором раунде, что когда предоставил студентам 3-5 минут для тренировки, сам сделал для себя перерыв. Студенты без моего присутствия смогли спросить у товарища, как они смотрятся в камеру, пообщаться, попробовать. Это позволило снять некоторую напряженность онлайн-экзамена. Я считаю, что это важный лайфхак и советую вам это использовать. Второй момент. Важно, что я предложил студентам использовать какие-то другие приложения, сделать таблицы, рисунки. Однако многие студенты приготовили такую опору на бумаге, показывали в камерах. В принципе, можно заранее говорить студентам, что они могут это сделать, потому что это сократит время на технические вопросы для переключения на другие приложения. Важно, конечно, то, что я не сделал, а важно было все-таки бы сделать. Это инструктаж по поводу поведения предкамерой. Студенты – молодые люди, которые очень часто очень напрягаются при виде на камере, переживают то, как они выглядят, как они говорят, критически относятся к себе. Поэтому, безусловно, многие увлекались, показывали свои руки или какие-то совершали лишние движения. Поэтому важно, собственно, сделать такой инструктаж и, может быть, даже мини-тренинг по поводу поведения перед камерой. Особенно, если это выпускные курсы, которым еще предстоит защита выпускных квалифицированных работ в онлайн-режиме. Ну и, безусловно, то, что я считаю важным – это критерии, которые помогли снять очень многие вопросы, обеспечивая обратную связь, и студенты воспринимали, что данный экзамен был и оценка получена объективно. Надеюсь, что мой опыт проведения онлайн-экзамена, который, с одной стороны, проводился как традиционно, вроде бы по билетам, на основе собеседования со студентами, с другой стороны, включал такой важный момент, как изменение подхода к методологии, собственно, построения вопросов, так и некоторые моменты, связанные с организацией данного экзамена. Надеюсь, что мой опыт поможет вам сделать еще более совершенным проведение онлайн-экзамена. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok